Россияне пытались захватить Богородичное, а ВСУ отбили ряд штурмов. Ситуация на фронте. Идут 142 сутки полномасштабного российского вторжения в Украину. Окупанты продолжают попытки наступления на разных участках фронта, но получают отпор. Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ, что происходило на фронте сегодня, 15 июля. На Волынском и Полесском направлениях в белорусском небе было замечено дежурство российского самолета разведчика А-50У, остается угроза ракетных ударов из Беларуси. На северском направлении оккупанты обстреливали территории Сумской области. А с целью сковывания действий ВСУ россияне держат в Курской и Брянской областях до 4 БДГР. На Слобожанском направлении оккупанты из артиллерии обстреливали Харьков и населенные пункты Харьковской области, попытались захватить Богородичное, но получили отпор. На Донецком направлении пытались установить контроль над трассой Бахмут-Лесичанск и наступать в направлении Нагорного и Белогоровки, в результате понесли потери и отступили. Несколько раз оккупанты пытались улучшить свое положение на направлениях Николаевка-Спорные, Мироновка-Углегорская ТЭС и Возрождение-Вершина, но получили отпор и отступили. На Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях россияне понесли значительные потери и отступили при попытке улучшить свое положение на направлениях Сладкое-Водяное, Владимировка-Водяное, Егоровка-Павловка. На Южнобукском направлении оккупанты обстреливали позиции ВСУ из танков, ствольной и реактивной артиллерии по линии соприкосновения. В акватории Черного моря россияне удерживают в готовности к применению три носителя высокоточного оружия. Кроме того, противник продолжает применять свои беспилотники для ведения разведки на участках фронта. Беспилотники были замечены на Южнобукском направлении, в районах Павлограда и Покровска, а также Малой Токмачки. Напомним, министр обороны Алексей Резников считает, что войну с Россией можно завершить до конца года, но есть определенные условия. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы оставаться в курсе важных новостей. Также под видео вы найдете ссылку на скидки на Алиэкспресс. Спасибо за просмотр. Продолжение следует...